Во имя Отца и Сына и Святаго Бога. Мы сегодня слышали отрывок из Евангелия от Луки, в котором апостол повествует нам о том, как однажды Иисус подходил к городу Наин, и из ворот города навстречу ему вышла большая погребальная процессия. Эта вдова хоронила своего единственного сына. Он подошел к ней и сказал ей, не плачь. Затем подошел ко гробу, взял юношу за руку и сказал ему, восстань, тем самым воскресив его. Удивительная история. Удивительна она потому, что человек, имеющий в сердце своем безграничное горе, женщина была уже вдова, она уже потеряла своего любимого, близкого человека. И вот теперь хоронила своего единственного сына. В ее жизни все остановилось. Совершенно остановилось все. Это невозможно себе представить, невозможно сказать, я понимаю, мне очень жалко, я соболезную, потому что никакие эти слова до тех пор, пока ты сам, не дай Бог, не переживешь хотя бы отчасти нечто подобное, не сделают тебя способным понять хотя бы отчасти даже этого. И хотя апостол говорит нам, что вместе с ней выходила толпа погребальна, то есть было очень-очень много народа вокруг нее, она, конечно же, уже была совершенно безмерно одинока в своем ужасном горе. Это ужасное одиночество, которое заполнило всю ее жизнь до остатка последних дней. И Господь, подходя к ней, не спрашивает о ее вере, не говорит ей веру и исповедует, не показывает на ее примере, как важна вера для того, чтобы он совершил чудо. Он просто воскрешает ее себе. Навстречу этому огромному одиночеству шагает Бог, протягивает руку и воскрешает человека в жизни. Этот сегодняшний очень короткий евангельский рассказ учит нас прежде всего одному и самому главному, как нужно торопиться, делать добро. И делая добро, откликаясь на просьбу человека, никогда не ставить никаких условий, никогда ничего не ждать, не говорить и не думать о том, что он должен еще заслужить. Как очень часто мы думаем, когда человек нас о чем-то просит, или мы видим какую-то необходимость, мы говорим, нет, еще недостаточно он заслужил, еще недостаточно у нас попросили. И мы ставим свою помощь, свой ответ, движение своего сердца всегда в зависимости от поступка этого человека. Как с маленьким ребенком, если вы, когда у нас дети были маленькие, мы говорим, ты вот не пойдешь на улицу, пока не доешь сухи. Ставим тем самым, как бы в зависимость, следующие какие-то блага от того, что он сделал, должен отработать прежде. Но то, что нормально и естественно для человека в два года, совершенно ненормально, неправильно даже уже совсем немного больше. Мы все живем порой, думая о том, что впереди еще очень-очень-очень много у нас. Еще подобное. Впереди у нас старость и смерть. Жизнь невозможна написать на черновиде. Все то, что мы не сделали сегодня, мы уже не сделаем никогда. И наоборот, то, что мы сделали и сказали сегодня, скорее всего, мы уже не сможем справить завтра. Всякая евангельская притча, всякое евангельское слово, сказанное однажды, две тысячи лет тому назад, в том контексте, в котором оно было сказано, для тех людей, которые окружали Спасителя, на самом деле совершенно трансграничное, безвременно, оно обращено к каждому из нас сегодня. Каждому из нас евангельское слово служит одновременно и упреком, и надеждой, и заповедью. У каждого из нас есть от Бога возможности и силы для того, чтобы другому человеку дырдовать жизнь. Для того, чтобы вырвать его из смерти, потому что смерть и ад, это есть одиночество, прежде всего. Вот если мы посмотрим на воскресную икону, которая постоянно лежит в центре нашего храма, и каждый день воскресного мы приходим, смотрим на нее, к ней прикладываемся, там Христос протягивает руку людям, находящимся в аде, в одиночестве. Он протягивает им руку и своей рукой вытаскивает их из этого одиночества, возвращает их в жизнь. Всякий раз, когда близкие, родные и не очень близкие люди, на самом-то деле чаще всего мы страдаем от недостатка нашей любви к близким людям и близкие страдают от нас. Всякий раз, когда они обращаются к нам с просьбой, будем спешить. Будем спешить, торопиться, всегда лучше ошибиться в обратную сторону. И помните о том, что жизнь очень короткая. Невозможно будет завтра исправить то, что ты не сделал сегодня. Но сегодня у тебя есть возможность помочь человеку, спасти, вернуть его от смерти к жизни. Аминь.